Всем привет, это Никита Емельянов. Сегодня мы разберем болезни, связанные с чакрами. Есть теория, что любые изменения в организме, физические, физиологические, происходят по причине нарушения энергетического обмена, движения энергии в трубке праны, в чакрах. Например, негативные мысли могут привести к накоплению отрицательных эмоций, к ухудшению работоспособности третьего глаза, горловой чакры, ну и прочих, конечно же. Что такое чакра, мы с вами разобрали на прошлых видеоуроках. У чакры можно выделить три составляющих элемента или состояния. Это нормальное, балансированное состояние, перевозбужденное, когда она огромная, и угнетенное, когда она маленькая. Это очень утрировано, очень просто. Соответственно, отсюда обмен энергии либо затруднен, либо чрезмерен. Что может нарушить работу чакр? Ну, несколько причин бывают разных. Самые частые – это неправильное отношение к жизни, ну или негармоничное, негативное. Привычка обижаться, в принципе, различные страхи, желание зла другим людям, самоосуждение. Разное количество желаний или привычек, там, переедание, курение, алкоголь и прочее. Любые негативные мысли, это вы сразу знаете, наверняка, они влияют на человека, негативные эмоции, и, естественно, прежде всего на энергетический поток. Соответственно, если энергетический поток нарушен, то провоцируются различные болезни, так как от каждой чакры зависит свой свод органов, где она находится. Поэтому игнорировать такие вещи нельзя. Давайте пройдемся по чакрам. Итак, корневая чакра, базовая, Муладхара, отвечает за крестец, половую систему, таз, толстый кишечник, прямая кишка. Вторая чакра называется крестцовая, я ее называю сексуальная. Это женские и мужские половые органы, мочевой пузырь, часть почек, надпочечники, лоханки, мочеточники, куретра, яичники, матка, бедра. То есть, если вы что-то услышали знакомое, и вы знаете, что там у вас есть задачки маленькие, проблемки, хотя это не совсем точное слово, ну вы поняли, значит, надо к этой чакре обращаться, смотреть, что там происходит. Солнечное сплетение манипура, желудок, ЖКТ, верхняя часть почек, надпочечники, селезенка, поджелудочная железа. Можно еще выделить маленькие чакры, но в этом видео мы не будем очень сильно углубляться. Следующая чакра Анахата, это чакра любви, находится в районе сердца, сердце у нас слева, но чакра находится посередине. Ее считают центральной чакрой, и она влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Так что всякие проекции неактивной чакры или дисбалансном состоянии, это гипертония, бронхиальная астма, ну всякие с дыхательными, связанные с заболеванием, сколиоз, невралгия и так далее. Может быть причиной блокировки скорбь, чувство жалости, сожалений, справедливости, гнев, агрессия. То есть она угнетается тогда, энергетика чакры, и соответственно все это выражается потом на физике, депрессией, обидчивость и так далее. Отсутствие радости, ну вот я уже сказал, депрессия, тоска вызывает бронхит, неудовлетворенно собственной жизнью. Горловая чакра отвечает за потенциал человека, находится в районе щитовидной железы, связана с второй чакрой, я уже сказал в предыдущем видео. Основное поле это личное пространство человека, это его общение, насколько он может выражать свои эмоции, чувства, свои ценности другим людям. Если чакра в нормальном состоянии, человек общителен, ну легкий на подъем, у него самооценка хорошая, самореализация, ну творческий такой активность. По физическому здоровью, если чакра заблокирована, то это бронхит, астма, даже может быть глухота, заикание, постоянные ларингиты. То есть, если человек не выражает свои мысли, эмоции, то как будто ком в горле, и за счет этого, соответственно, горло страдает. Чакра третьего глаза, с ней связан наш разум, видение, интуиция. Она занимается и влияет на работу головного мозга, глаза, гайморовые пазухи, зубы в том числе. Если головная боль, головокружение, гаймориты, синуситы, заболевания верхней челюсти, то надо прокачивать как раз чакру третьего глаза. Это если она угнетена. Ну и коронная чакра сахасрара на самой верхушке макушки головы, а если быть более точной, то чуть выше. Может быть головная боль, если чакра угнетена, заболевание нервной системы и в принципе душевное состояние. То есть, различные психические болезни, душевное состояние связаны именно с ней. То есть, это связь с высшим миром, с высшим я. В чакре может быть недостаток энергии, может быть переизбыток энергии. Например, если человек чрезмерно что-то желает, чрезмерно чего-то хочет, то чакра будет гипертрофирована. Если он наоборот сжимается, страх, спазм, соответственно и чакра тоже зажата. Если вы, например, используете таблетки, ну допустим, заболела голова, мы используем таблетку, причину мы не убираем, просто симптом мы убрали, но через 2, 4, 6, 8, 10 часов симптомы возвращаются. Поэтому я очень рекомендую, если вы не отказываетесь от таблеток, в принципе, это может только врач сделать, я рекомендую делать базовое упражнение восьмерку. Оно у меня дается бесплатно каждому желающему. Под этим видео, пожалуйста, проходите на ссылку и получайте, регистрируйтесь, применяйте. Если у вас какие-то эффекты болезненные есть, прокачивайте чакру при помощи этой методики. Ну, наверное, все пока. На связи был Никита Емельянов. Будьте здоровы, берегите себя родных и близких, пользуйтесь духовными инструментами, энергопрактиками для того, чтобы быть счастливым и генерировать это счастье вокруг себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!